Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Елена Федотова, тренер по фейс-фитнесу, автор книги «Фейс-фитнес в твоем ритме». Здравствуй, Лена! Мария, здравствуй! Рада видеть тебя в нашей студии. Конечно же, наши телезрители знают тебя по всем знаменитым упражнениям, по тем техникам, которые мы давали и на этой площадке, и не только здесь. Я думаю, что многие взяли твои секретики, твои рекомендации на вооружение и исправно делают гимнастику лица. Будем надеяться, что каждый день. Да, но я хочу тебе еще похвалить, сказать, что все твои передачи, что мы здесь снимали, их до сих пор смотрят и смотрят и за рубежом в том числе. Так что география, благодаря твоим передачам, она достаточно большая. Сегодня речь пойдет, конечно же, о фейс-фитнесе, куда без него, но и о твоей книге. Лен, как у тебя родилась идея, все свои знания, я подчеркиваю, которые ты проверила именно на практике, взять и переложить на бумагу. Написать книгу – это ведь серьезное дело, ну прям такой реально серьезный шаг. Да, это оказалось и серьезным, и поначалу мне казалось, что это невозможно, потому что я же тренер по фитнесу для лица, и я никогда не писала книгу. И в принципе, я в школе не очень любила даже писать, то есть у меня больше такие прикладные предметы мне нравились. Но поскольку я начала вести свой блог и постепенно женщинам рассказывать о том, что как работает, в чем суть фейс-фитнеса и так далее, и шаг за шагом получился такой заказ от издательства, издать эту книгу. Ко мне он пришел благодаря тому, что мои коллеги уже там выпускались, то есть я уже немножко писала в других книгах. Ну и я помню, когда мы встретились с Ольгой из издательства, она мне сказала, ну о чем это может быть? Потому что книг про фитнес для лица очень много, ну как вообще книг по красоте достаточное количество. Ну получается, издательство тебя подтолкнуло к этому? Издательство, да, подтолкнуло. То есть был запрос именно от них? От них был, да. И я сказала о том, что, ты знаешь, я бы хотела об этом написать, но немножко под другим углом, чтобы показать людям, что это очень легко и просто, а не долго и муторно, как многие думают. Что фейс-фитнес это тяжело. И потом я его люблю очень встраивать так между делом и так далее. Но я и не сразу написала. У меня, наверное, год лежал этот проект. Я думала о том, что, ой, надо бы написать книгу, надо бы написать. Я садилась, писала, у меня не получалось, я откладывала. Я целый год себя ругала, что я никак не могла начать. А потом, знаешь, так ко мне пришла ученица на занятия, и она мне говорит, ты могла бы мне порекомендовать издательство? Я говорю, а что? Она говорит, а я тут книгу написала. Я говорю, как, просто так написала? Она говорит, да, написала. Она мне рассказала свой подход, как она это делала. И я поняла, что это не страшно, надо просто сесть и написать точно так, как если бы я общалась с тобой, как с подружкой. И вот с этого началось всё. О чём были первые строки? Первые строки у меня были про фейс-фитнес. Я выписала всё, что я знаю про фейс-фитнес, и дала почитать своей подруге, коллеге с работы. Она это прочитала и сказала, она говорит, Лен, я знаю, что ты хорошо разбираешься в теме, но мне, говорит, очень зашёл такой момент, где ты описываешь книги, как будто бы мы с тобой встретились в кафе, сидим, пьём кофе, вот запах кофе. Мне, говорит, так это зашло, она говорит, можно ещё этих моментов повторить в книге. И с этого момента я её переписала. Я хочу сказать, что ты прекрасный оратор, более того, на всех тренингах, на всех занятиях, конечно же, на твоих мастер-классах без речи никуда. И вот всеми этими историями и рассказами, безусловно, вот это всё наполняет и, наверное, даёт возможность фейс-фитнесу быть таким вкусным. Вкусным, да. И как раз, я это правильно сказала, я начала вставлять туда истории, которые я знаю от девчонок, которые приходили на занятия, по каким-то жизненным ситуациям и так далее. Получился такой... В том числе же, как менял фейс-фитнес и их жизнь. Жизнь там, в том числе. Все приходят зачем сначала? Ну, говорит, уберите у меня тут носогубки, или там подтяните обвал лица, или ещё что-то. А за этим начинает меняться жизнь. И как раз в книге очень много историй про то, как она пришла исправить носогубки, а в результате там и вышла замуж, приехала в там хаус, там ещё что-то. Ну, то есть там много таких. И кто-то забеременела. Вот мне как раз девушка писала. Она говорит, ну, просто вот пришла на тренинг. Ну, это знаешь, как вот когда... Я всё время привожу пример. Например, когда какой-то праздник, приходят семьями все, потом обязательно на кухне женщины, они собираются кружочком и о чём-то болтают. Вот. Всегда есть какая-то вот эта вот женская, не знаю, сила, энергия. Они делятся, давай, честно и откровенно, они делятся секретами. Секретиками. И у каждой в запасе их есть несколько. И кулинарными рецептами смеются, делятся секреты. Это, безусловно, и красота, и спорт, и здоровье, и семья, дети, муж и так далее. И вот как раз-таки фейс-фитнес, он может быть связующим звеном. То есть он может объединять. Объединять, да. И вот такие тренинги, они тоже стали как девичники. И книгу я написала в таком же ракурсе. Я внутри использовала язык, я говорила «ты», «не вы». И я построила диалог с читательницей так, как будто бы мы с тобой вдвоём общаемся, как будто других рядом нет, как будто бы я тебе рассказываю эту историю про фитнес для лица. И я её построила в нескольких встречах. То есть мы вначале действительно встречаемся в кафе. Потом мы встречаемся в разных местах. И в зависимости от места обсуждаем разные моменты, которые с этим связаны. Конечно, мы там обсуждаем мужчин в том числе. И мужчины тоже обсуждают нас. И я специально, когда писала книгу, я делала опрос среди мужчин, среди друзей моего мужа, у своего мужа тоже спросила. Потом я спросила мужчин, которые ведут всякие психологические тренинги, которые в этом профессионалы разбираются. И у меня сложился такой портрет, очень интересный, как мужчины воспринимают женскую красоту. Потому что за этими разглаженными носогубками, по-хорошему, в анкетах, что девочки всегда пишут, за этим что стоит? Чтобы мужчина больше... Муж опять обращал внимание, говорил больше комплиментов. Хочется, не знаю, поехать на Мальдивы, там ещё куда-то. Ну вот кто-то там прям так и пишет, хочу утереть нос подругам. Ну то есть есть вот в этом такая составляющая. Конечно, я спросила мужчин, а что же они думают про женскую красоту? Что их привлекает? Вот, конечно, они сказали, что привлекает внешность. Но там есть некоторые факты, о которых я не догадывалась. Прочитаешь это в книге уже, где там они рассказывают о каких-то деталях, как именно они на эту красоту смотрят. Это фейс-фитнес с этим очень хорошо дружит, потому что он вырабатывает такую гармонию, такую женственность и так далее. Ну я надеюсь, что ты пригласишь меня на презентацию книги, и я одна из первых получу автограф, получу заветное издание и, безусловно, прочитаю. Мне, правда, интересно. Вообще, Лен, мы с тобой познакомились достаточно... Ну это было случайно, нас никто не знакомил. Я тебя нашла в Фейсбуке, в интернете. Мне стало очень интересно. Наверное, лет 5-6 мы уже с тобой знакомы, да. И дочь выросла твоя за это время и моя тоже. Но фейс-фитнес, он, в общем-то, объединяет и действительно дает старт для новых идей. И в первую очередь, конечно же, для девушки. И я сама пробовала это все на себе. Ну это действительно, ты относишься к себе иначе. Ты воспринимаешь себя иначе, как только ты не только занимаешься своим телом, и идешь в зал, спортом, посещаешь какие-то тренировки, а вот именно когда ты начинаешь заниматься своим лицом. Самостоятельно. Это такой ритуал, когда ты берешь зеркало, садишься и думаешь, не то, что, ой, сейчас надо поделать этот фейс-фитнес, ты думаешь, ой, у меня есть 5 минут, я могу поделать фейс-фитнес. Совсем другая энергия. И, кстати, по поводу вот этого мнения, что это может быть иногда женщина, когда говоришь про фейс-фитнес, даже мне ученицы мои рассказывают, она говорит, ну вот я ей хотела рассказать, а она говорит, да, ну это все очень долго, мне некогда. И это такая, наверное, первая ошибка, из-за чего женщины от этого отказываются. Я когда написала книгу, я решила на рецензию ее дать тоже телеведущей Ирине Сашиной, у нее четверо детей, и у нее есть, как сказать, официальное право, она доцент давать рецензию на книге. Так вот, мы с ней как-то так сидели, тоже была передача, и она мне сказала, говорит, ты знаешь, у меня четверо детей, я, говорит, вот на спорт себе еще железно выделяю время, но извини, говорит, на фейс-фитнес я, наверное, пока не смогу. И когда я написала книгу, тоже так приехала, я говорю, слушай, возьми почитать просто, и скажи, как она зайдет, не зайдет. Я не знала, насколько честно она это сделает, потому что иногда рецензии пишутся, ой, все так здорово, было замечательно. Она была в отпуске, и она мне пишет, она говорит, ты извини, что я задержала. Она говорит, пишу от всей души. Я эту рецензию поставила уже в самом начале предисловия, где она пишет, она говорит, я всегда отметала эту мысль, я считала, что это очень как-то долго, сложно, неинтересно и так далее. Она говорит, теперь это моя настольная книга, и очень понятно, как делать так, чтобы даже не заниматься. Потому что внутри книги я что делаю? Я провожу практически за руку. Я говорю, все, пойдем ко мне на работу, я тебе покажу. У меня там рабочий стол, компьютер, еще что-то. Я рассказываю, вот, брати внимание, как сидят и так далее. То есть я показываю, как внедрить омолаживающие привычки, даже когда не занимаешься. То же самое последняя глава, точнее, предпоследняя встреча, она у меня дома. Ну, как будто бы у меня дома, да? Точнее, я писала так, как я встречала бы тебя у себя дома. Я говорю, ну, проходи, и все. И я там читательнице рассказываю, вот у меня здесь шарфик, вот колпачок для губ, вот здесь, когда я готовлю чай, или там завариваю, там, не знаю, что-то варю на плите, чтобы там далеко не отходить. Я сразу делаю упражнение на осанку-полет. И вот таких вот, что я делаю на подушке, когда перед сном, это не говорит о том, что я все время делаю фестфитнес, каждый раз, как у меня есть минутка. Но через книгу я показываю, что у каждой женщины есть возможность заниматься, потому что время нам дается одинаковое. Это единственное условие, когда мы просыпаемся утром, у нас у всех 24 часа. То, на что мы их расходуем, это как раз о том, как это все можно встроить в книгу. Книга вышла в свет 25 февраля, когда и появится ли она в книжных магазинах? Возможно ли, будет ее приобрести, или только из твоих рук получить? Вообще, какой тираж? Тираж сейчас небольшой, около 5000 экземпляров печатают. Это обычно я новый автор, то есть это я только новичок. И первый тираж, он такой пробный. Но уже на эту книгу есть большой предзаказ. И первые, конечно, это и ученицы, и мои близкие друзья, знакомые, берут и себе, и на 8 марта в подарок, потому что она такая очень легко читается. Там нет такого, что ты читаешь и думаешь, ой, как все сложно, я надеюсь, что она зайдет. И продаваться она будет в крупных книжных магазинах. В Одинцово она появится? Появится, да, потому что это издательство В твоем родном городе. Я очень рекомендую. И с учетом того, что это и в родном городе, я надеюсь на то, что может у нас будет даже презентация тоже в Одинцово. Если наши телезрительницы не захотят, то давайте сделаем такую встречу. Я здесь живу, и здесь же подпишу книги в книжном. Лена, я знаю, что сначала у книги было совершенно другое название. Она называлась «Фейс-фитнес в большом городе». С чем связана все-таки перемена? Почему появилось название «Фейс-фитнес в твоем ритме»? Что не так? Что не так? На самом деле, я ее по-прежнему так и называю «Фейс-фитнес в большом городе». Она потому что как раз про ритм современных женщин, когда мы хотим и успевать все, и на работе, и дома, и с детьми, и еще уделять время себе. И как раз я показываю про то, что не надо от всего, от этого отказываться, для того, чтобы уделять себе немного времени. А поменяли ее? Я, на самом деле, выложила несколько обложек в Инстаграм. Ты, может быть, помнишь, да? Я хотела вот только следующий вопрос, конечно, рассказать. Голосовали за обложку. Эту историю просто вызвал всплеск активности, потому что я, кстати, тоже приняла участие в голосовании. И я голосовала за обложку вот в том образе, в котором ты сейчас находишься. Сейчас пришла. В моей студии. Я знаю, что, конечно же, мой вариант победил. И не только я, просто большинством, большинством голосов. Безусловно, она была яркая. Но она, мне кажется, в первую очередь, вот эта обложка, она отражает тебя саму. Потому что каждый из нас, зная тебя лично, понимает, что ты не можешь быть скучной обложкой. Скучной обложкой, однотонной, такой очень спокойной, очень такой вот уравновешенной. Нет, ты яркая, ты экспрессивная, энергичная и очень теплая. Поэтому, безусловно, конечно, вот эта вот такая розовая мечта, она осуществилась. Наша команда победила. Как раз было три обложки. И вот первая она была такая более спокойная, немножко энциклопедичная, но не моя. И вот эта обложка, которая сейчас, где я как раз вот примерно так же выгляжу, она такая яркая, розовая. Когда её вначале сделали, то у меня было сомнение о том, что поймут ли читатели о чём это, что это выглядело как обложка журнала или ещё что-то. Ну что, как бы, почему это про фейс-ситнес, ну то есть почему там про упражнения, когда я сказала, не переживайте, если она будет стоять на полке вместе с упражнениями, то будет видно, что это такой фейс-ситнес, который готовится совершенно по-другому. И мне очень хотелось, чтобы было название фейс-ситнес в большом городе. Ну, кстати, в момент голосования я хочу поблагодарить всех, кто это делал, и тебя в том числе. Вот ваше мнение учли. То есть на обложку добавили немного вот этих пиктограмм, где я делаю упражнения, чтобы было понятно, что это действительно упражнение для лица. И сохранили розовую обложку, как многие голосовали. И многие люди высказались по поводу большого города. В основном маркетологи, они сказали, что это как олд-фэшн, и что должно быть какое-то своё название. И мы назвали в твоём ритме, чтобы каждый нашёл именно свой ритм, в котором он будет заниматься. Но мы подразумеваем, что это очень схоже на большом городе. Ты сказала, что пока ты молодой автор, я так понимаю, что это не единственная книга. Есть вообще в планах развиваться вот в этом направлении. Возможно, что появится продолжение. А может быть, ты напишешь совершенно в другом плане книгу. Вообще, тебе понравилось быть автором? Ты знаешь, мне очень понравилось, потому что, как я её писала, я сначала думала, для того, чтобы написать, это надо взять отпуск какой-то, чтобы не работать, и сесть. Вот знаешь, как показывают, у тебя плед, кресло, муза, компьютер, и вот видно какой-то лес такой с жёлтыми листочками, и ты пишешь. На самом деле, у меня была... Чашечка чая или кофе, да, должна быть достоять. Тебе что-то подносят, и ты сидишь, только пишешь. Вот, и на самом деле, я думала, действительно, я делала себе и такое тоже, думала, может быть, мне так легче будет писать, но на самом деле, я её писала между делом. Я её писала в электричке, специально отказалась от машин, я ездила пешком, садилась в электричку у нас, в Одинцово, и писала несколько строк. Если ко мне приходила какая-то мысль, я надиктовывала в диктофон. Я могла дома есть и сказать мужу, подожди, встать, скачать и начать что-то записывать. То есть, она вот таким образом родилась. После того, как я поняла, что мне не нужен этот стол, плед и чашка кофе, потому что тогда у меня получается такой очень заумный текст. А если я пишу, как в диалоге с подружкой, то я могу это писать, где угодно и параллельно занимаясь чем угодно. Я думала насчёт следующей, думала, какая могла бы быть следующая книга. И у меня, конечно, есть несколько идей. Мне хочется и продолжить писать для всех про ритуалы красоты, потому что то, что я начала, я там даже написала, это только начало погружения в этот мир, потому что очень много можно всего делать. И вторая тема, которая меня тоже так вот заряжает, это тема для тех, кто хочет стать тренером по фейс-фитнесу, как отстроить, так сказать, свою уникальность, то есть чем отличаться и так далее, как развиваться в этой профессии. Но это будет уже более узконаправлено, я не знаю, возьму такую тему или нет, но это из желаний, то есть из серии, что здесь много в душе, чем хочу поделиться, то в этой теме тоже. Очень бы хотелось узнать, как вообще семья относится к маме писательницы и к жене писательницы, вообще к такой занятой жене. В графике есть время на дочь, на супруга, на семью? Ну, я там даже в книге написала в конце благодарность, что благодарю семью за то, что они выделили мне время и возможность заниматься книгой. Ну, терпеливо супруг относится вот тут. Ну, терпеливо относится, да. Конечно, но в то же время он как бы мне, как сказать, у меня нет каких-то поблажек таких, что я там пишу или вот я веду занятия, или где-то выступаю, всё, то есть посуда должна быть чистая, ужин приготовленный. Ребёнок должен быть на спор, на занятия, подготовка к школе идёт полным ходом. Здесь поблажек никаких нет. Может быть, ему интереснее, понимаешь? Не считается. Вообще не считается, да. Ну, он-то прочёл книгу? Нет, он никто её практически не читал. Никто из близких книг? Я её дала почитать, вот как я тебе сказала, своей мне близкой подруге, которая мне как раз сказала, давай делай так, и потом она мне помогала, потому что я ей в какие-то моменты звонила и говорила, а вот что, если вы так, или я давала какой-то кусочек, она говорит, вот тут вкусно, тут мне нравится, а вот здесь ещё по-другому. Плюс эта девушка, про которую я говорю, зовут Светлана, она на самом деле сама и не практикует фитнес для лица, и мне хотелось как раз, опять же, почему, видите, я выбирала людей, которые не занимаются, насколько им может зайти... Сама идея. Сама идея. Я помню, где-то уже в середине, когда мы с ней работали, она мне говорит, знаешь, я сегодня ехала в метро, и вот я читаю, и мне уже хочется поделать все эти упражнения, то есть я подумала, вот самое главное, что если возникло желание начать что-то делать, то уже я навольна. Лен, спасибо тебе огромное, что нашла сегодня время, пришла в нашу студию, спасибо за рассказ о твоей первой книге, я очень надеюсь, что это только начало, как ты сама и сказал, и ждём с нетерпения презентации, ждём с нетерпения первого экземпляра, и очень надеемся, что в ближайшее время твоя книга «Фейсфитнес» «Фейсфитнес» в твоём ритме появится в городе Одинцово. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Вы смотрели «Формула здоровья», берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова